Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максим Маркетс ТВ. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. Крайне напряженная неделя, наполненная большим количеством важных событий, способных повлиять на курсы валют, завершилась в итоге незначительным снижением евро-доллара к отметке 1,1745. Долгожданное заседание ФОМС завершилось предсказуемо. Процентная ставка была повышена на 0,25 пункта. Что примечательно, американский доллар резко снизился после объявления решения регулятора. Повышение ставки было уже заложено в котировке евро-доллара, и инвесторы активно закрывали позиции после решения ФРС. Двое членов ФРС проголосовали против повышения ставки на декабрьском заседании из-за низкой инфляции. Американский регулятор оставил без изменений свои прогнозы по поводу процентных ставок и инфляции в США в 2018 и 2019 годах. Вместе с тем был повышен прогноз экономического роста на ближайшие два года. Ожидания по уровню безработицы снижены с 4,1% до 3,9%. В целом, сопроводительное заявление носило позитивный характер, так же, как и выступление Джанет Йеллен на традиционной пресс-конференции, которая станет для нее последней в роли руководителя ФРС. Йеллен также заявила о росте ВВП в следующем году, что будет вызвано налоговой реформой, а также предположила, что рынок труда продолжит укрепляться, а инфляция восстановится. Следующее заявление о дальнейших планах ФРС мы услышим, скорее всего, не раньше марта, когда состоится первое заседание под руководством Джерома Паула. Новый глава ФРС обозначит свое видение дальнейших изменений в монетарной политике США, и это может обозначать направление движения курса доллара на ближайшие месяцы. Заседание ЦБ на прошлой неделе прошло менее драматично, чем ФОМС. Европейский регулятор повысил прогнозы относительно экономического роста до 2,4% в текущем году по сравнению с показателем 2,2% ранее, а также до 2,3% в 2018 году по сравнению с уровнем 1,8% ранее. Что еще более важно, ЦБ повысил прогноз по инфляции на следующий год, что привело к скачку курса европейской валюты. Однако затем Марио Драги заявил, что ожидает снижение инфляции в ближайшие месяцы, что привело к коррекции котировок. Главные итоги заседания ЦБ заключаются в том, что, несмотря на активный экономический рост, регулятор не рассматривает вопрос повышения ставок в ближайшее время. Предстоящая неделя может стать менее активной для евро-доллара, хотя несколько важных экономических релизов все же ожидаются. Наиболее интересным из них наверняка станет публикация индекса потребительских цен за ноябрь в еврозоне. По предварительным данным, ожидается рост показателя, что поддержит рост котировок европейской валюты. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост евро-доллара к уровням сопротивления 1,1760, 1,1780, 1,1800, 1,1825 и 1,1850. Британский фунт потерял около 60 пунктов по отношению к американскому доллару и завершил торговую неделю около уровня 1,33. Несмотря на то, что еще в четверг пара находилась на локальном недельном максимуме на отметке 1,3466. Заседание Банк Англии, которое состоялось на прошлой неделе, оказало минимальное влияние на курс британской валюты. Единогласным решением процентная ставка была оставлена без изменений. Британский регулятор повысил ставку на прошлом заседании и еще не прошло достаточно времени для того, чтобы оценить влияние изменения. Банк Англии оставляет возможность повышения ставки в ближайшее время, если инфляция продолжит расти так же быстро. Однако регулятор предпочел бы умеренное и осторожное изменение кредитно-денежной политики. Последние публикации из Великобритании указывают на некоторое восстановление экономического роста в стране. Укрепление розничных продаж, а главное, незначительный рост средней заработной платы позволяет надеяться на более быстрый темп восстановления. К тому же, Евросоюз и Великобритания активизировались в переговорах по Brexit, что также позитивно может повлиять на потребление инвестиций в британскую экономику. Главным событием прошлой недели, которое привело к падению фунт доллара более чем на 150 пунктов в пятницу, стал саммит Евросоюза, прошедший в Брюсселе. Главным итогом стало завершение первой фазы переговоров между Евросоюзом и Великобританией и начало перехода ко второму этапу. Напомним, что первый этап был посвящен согласованию основных вопросов отделения и сконцентрировался вокруг трех основных пунктов – прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, статуса границы с Ирландией и финансовых обязательств официального Лондона. По всем трем вопросам были достигнуты договоренности, хотя необходимо отметить, что точная сумма, которую Великобритания обязуется выплатить Евросоюзу, пока не названа. Перед переходом ко второму этапу стороны вступят в переходный период, который может продлиться в течение двух лет. Напомним, что согласование первого этапа заняло более полугода. В пятницу Ангела Меркель и Дональд Туск заявили, что, по их мнению, вторая фаза переговоров по Брекзит станет более сложной, чем первая. Тем временем, ситуация в Великобритании достаточно непростая. В среду британский парламент принял поправку, согласно которой правительство перед тем, как заключить соглашение с Евросоюзом, должно получить одобрение парламента. Это решение может ослабить позиции Терезы Мэй в дальнейших переговорах. На предстоящей неделе не ожидается важных экономических публикаций из Великобритании, а переговоры по Брекзит возьмут паузу. Таким образом, волатильность британской валюты может снизиться. Тем временем фунт-доллар вернулся к верхней границе бокового диапазона 1,3050-1,33, в котором пара находилась больше месяца до середины ноября. Скорее всего, фунт-доллар найдет сильную поддержку на этом уровне и будет незначительно восстанавливаться. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост фунт-доллара к уровням сопротивления 1,3320-1,3345-1,3370-1,3410-1,3440. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркес ТВ теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе.